Всем привет, вы на канале Красковый Сервис и в этом видео мы разблокируем учетную запись Google на телефоне Huawei Y6 Prime 2018 года. Техническая модель у нас на нем AUM-L29. Как видим, телефон у нас действительно заблокирован и продолжить мы не можем. Для разблокировки нам понадобится подключение к Wi-Fi, либо SIM-карт с интернета. Сейчас мы просто перезапустим устройство, дабы вернуться на начальный экран выбора языка, то есть на самое начало активации устройства. А пока телефон наш перезагружается, попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк этому видео и обязательно оставить свой комментарий. Для вас как бы это не составляет труда, для меня будет очень приятно. Способ разблокировки достаточно простой и подходит до достаточно большое количество моделей. То есть Huawei Y6 Prime, 7A Pro, то это вот же идет, получается, 7C7A 2018 года, Y5, получается, 2018. Поэтому, я думаю, он поможет многим. То есть ждем, сейчас у нас телефон загрузится и будем продолжать. Телефон у нас включился, Wi-Fi у нас подключен. Что мы делаем? Выбираем экстренный вызов. Здесь набираем 112. И после того, как нажмем кнопочку вызов, нам нужно нажимать в районе цифры 4. То есть там вкладочка календарь и нам необходимо попасть непосредственно в сам календарь. Вызов и в районе 4 нажимаем быстро. Не получается. Бывает такое, что выходит не с первого раза. Давайте попробуем 911. Такая же беда. И в этом случае, если у вас не получается так же, как и у меня, то нажимаем отмена и просто меняем язык на английский. Поменяли язык на английский. Делаем то же самое. Экстренный вызов 112 и в районе 4 нажимаем. И мы сразу попадаем в наш календарь. То есть вызов сбрасываем. И далее нажимаем плюс. New event. То есть новое событие. Название без разницы какое. Выбираем море. И в нижнем пункте вписываем адрес ютуба. То есть вот так просто пишем youtube.com и нажимаем галочку. Далее переходим, открываем это событие. И как видите, мы можем нажать на ссылку YouTube. То есть нажимаем на YouTube. И он у нас пишет, что необходимо его обновить. В этом случае возвращаемся назад. Еще раз назад. В левом верхнем углу на выбираем троеточие. И выбираем добавить аккаунт. Huawei ID. Здесь выбираем восстановить забыли пароль. Либо восстановить пароль. Просто повторяйте за моими движениями. Я думаю, что у вас все просто получится. Здесь выбираем аккаунт изменения. Там запрос изменения данных аккаунта. Если по-русски. И здесь выбираем этот пункт Huawei ID in private. Здесь выбираем шестой пункт. И нажимаем на вот эту ссылочку. И он нас перебросит непосредственно на сайт самого Huawei. Здесь мы спускаемся чуть ниже. И нам необходимо найти номер телефона. Так, поддержка. Так, так, так. Где это точно? Вроде вот здесь support app. Давайте попробуем открыть. Необходимо найти номер телефона. И открыть набор номера, так сказать. Так, так, так. Сейчас мы посмотрим. Просто сделаю в первый раз с вами. Здесь что, открыть чат надо? А, вот. То есть мы видим номер телефона. И на него надо нажать. То есть мы вернулись на... Точнее нас перекинуло на окно ввода номера телефона. То есть видим вот здесь. Получается иконочка поддержки. Нажимаем на нее. И здесь видим номер. И просто один раз нажимаем на номер. То есть это можно удалить. Цифры нам не важны. Нам нужно просто создать контакт. То есть имя нам тоже не важно. Так, 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 так. Выбираем адрес. А, нет, прошу прощения, не адрес. Нам нужен веб-сайт. Вот, веб-сайт. И здесь пишем. Maps.google.com То есть видите. Пишем. Нажимаем сохранить. И после чего нажимаем на веб-сайт. И у нас открывается гугл-карта. Здесь пропускаем. Нажимаем троеточие. И выбираем старт навигации. Поехали. Здесь это ничего не нужно. И видим, загорается микрофон. То есть меняется индикация микрофона. Что теперь необходимо сделать? Необходимо нажать на микрофон и сказать open setting. Открыть настройки. Давайте попробуем вместе. Нажимаем микрофон. Open setting. И он говорит, что открывает настройки. Ждем запуска настроек. Давайте попробуем по другому настройку. Что-то он запускать не хочет. Open Google. Запуск приложения Google. Отлично. Сейчас у нас запустят Google Now. И здесь мы просто через меню пуска напишем setting настройки. И перейдем. То есть последний пункт. Настройки. И мы попали в настройки телефона. И в принципе на этом мы почти уже закончили. Спускаем в самый низ. Выбираем system. Reset. И выбираем первый пункт. Reset All setting. То есть сброс настроек. Нажимаем первый раз на синий. И второй раз на красный. И ждем, пока он сбросится. После сброса он нас выведет обратно. То есть необходимо, можно будет нажать еще раз сбросить. Нам еще раз сбрасывать его не нужно. Будет необходимо просто перезагрузить наш с вами аппарат. Ждем пока обновлятся настройки. Вот видите, он скинул нас обратно. И здесь больше ничего не делаем. Просто перезагружаем устройство. Restart. И ждем перезагрузки. Если вы дошли до этого пункта со мной, не забываем поставить лайк под этим видео. Потому что данное видео, я думаю, что вам обязательно поможет в разблокировке вашего устройства. И причем, как вы видите, способ абсолютно бесплатный. И я думаю, каждый с ним сможет справиться. Все, ждем загрузки. Выполним простую активацию. И на этом я буду заканчивать. А, даже не пришлось выполнять активацию. Он у нас запустился сразу на рабочий стол. Еще круче. Бывает 50 на 50. Бывает на активацию выкидывают. А бывает на рабочий стол. И, как видим, мы уже на рабочем столе. Учетной записи у нас нет. Давайте посмотрим аккаунт. И, как видим, у нас здесь ничего нет. То есть, можно добавить любую учетную запись. Свою, чужую, без разницы. То есть, телефон полностью чистый. Давайте посмотрим информацию об устройстве. About phone. Видим. Honor 7A Pro. Техническая модель AUM L29. Android у нас здесь 8-й стоит. E-Mation также 8-й. На этом все, дорогие друзья. Кому видео было полезно, не забываем ставить лайк. И обязательно подписываемся на канал. Всем до скорых встреч.